Я просто хочу поблагодарить, похвалить роботов, которые, несмотря на то, что мама уехала в командировку, и за 3-9 земель поехали, вот никто другие, вот дети не соберутся. Леви соберёшься, к маме, папе не будет, соберёшься, по лесу пойдёшь с ребятишками, или Ксюша, пойдёшь на остановку с пересадками, утром встать самим, а вот ребяти, они хоть такую раль, в 5 встают, бегут, управляются, вы же ещё управляетесь по хозяйству, а потом пришли, смотрите, почти не опоздали, прям на одну минутку только в храм. У нас несколько не пришло сегодня, руку повредить. Как-то мы как-то играли, а он подскользнулся. Ну там всё в порядке, ничего опасного, врачу не надо. Синяк, перелома точно нету. Мама звонит? Да. Ну слава богу, ну молодцы ребятишки, видите, мы думали, наверное, проспали, наверное, ещё что-то нет, посмотрите. И управились, и с хозяйством, и приехали на службу сами, молодцы. Всё, Господь всё видит, а когда на доброе дело идёте, ангелу все ваши шаги считает. Не да. А те, кто вот сегодня поленились, сказали, ой, в храм не пойдём, спать хотим, выходной, там ангелу нечего считать. Там только бесенята стоят рядом, он в ладоши хлопает, радуется, что в храм не пошёл. Вот они пришли, такую даль едут. Дальше всех живут, можно сказать, в деревне живут, другой, и приезжают, и сами без мамы, без папы, сами приехали. Молодцы. Слава богу. Там книгу рассказывали. Так, продолжаем наше занятие, что мои воспитания, характеры, воспитания тех качеств, как написано, в вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Так, на прошлых занятиях мы с вами уже говорили о доброте, о честности, о справедливости, о надёжности, о том, чтобы быть преданным. Сегодня будет продолжение у нас о преданности. Быть преданным Христу, быть преданным тем убеждениям, которые... Итак, дети, какие мы стихи с вами заучивали, вы запомнили ещё? Пожалуйста. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Молодец, хорошо. Это кто у нас отвечал? Огня. Так, хорошо. Ещё несколько вопросов, тогда оценку поставили. Сегодня я ставлю оценки. Мне вот принесли листик. Вот эту поставить? Так, хорошо. Следующий вопрос. Кто ещё какие стихи знает о доброте, о честности? Так, пожалуйста. И вот так возле белого хмир, что он толстый на своего единородного, даже дабы всякий верши в него не погиб, но имел жизнь вечную. Так, хорошо. Молодец. Это у нас... Илья. А, вот у нас. Левия, вот у нас. Так, хорошо. Ещё кто? Пожалуйста, Ника. Забыла, да? Ну, кто ещё знает, какие стихи? Я приведу. Да, пожалуйста. Привет. Забыли. Ну, хорошо. Продолжим. Дети. На следующем занятии вы должны быть хорошо уже подготовленными. На следующем занятии я тоже буду на церковь спрашивать, чтобы вы все хорошо выучили следующие стихи. Я же вам дала листочки тогда, да? Выучили? Господь, пастырь мой. Ну-ка, кто? Кто выучил? Нет, кто нас забыли. Почему же вы забываете-то? Ну, повторяйте. Вы даже, когда дорогой идёте, едете в автобусе, вы всегда повторяйте. И тогда будете хорошо запоминать. Чем больше вы запоминаете, тем лучше для вас будет в будущем. Во-первых, у вас память развивается. Во-вторых, вы больше будете знать уже наизусть. Зная наизусть, вы будете другим, кому в школе говорить, или где-то друзьям, с кем вы находитесь вместе. И этим самым вы будете свидетельствовать о Христе, о вечности, о спасении. Это же большое свидетельство. Так, о честности. Вот мы на прошлом занятии говорили, о том, никакой лжи не допускать. Даже самой маленькой. Кто говорит ложь или допускает ложь, тот в обнимку с дьяволом живёт. Ни в коем случае никакой лжи. Вот такой пример. Я, знаете, вспомнила сейчас один человек, монарх. Вот нельзя говорить правду, ты лучше никогда ничего не скажи. Промолчи. Где нельзя говорить вредно. Вот в одном селении жил человек. Он христианин был, добросовестный человек. И очень честный, порядочный. И все к нему обращались. Знали, что он никогда никого не обманет, ни в чём. И вот был такой случай. Сбежал один человек, и надо было его поймать. И они в казни. Понимаете, какое страшное наказание было у него. И он пришёл к этому человеку. А потом он спрятался. И когда уже стали искать, всё нигде ничего не могут найти. А вы, говорит, пойдите вот этого человека на краю деревни там живёт. Он честный человек, добросовестный. Он никогда никого не обманывает. К нему приходит. Но этот-то не обязательно скажет правду. И мы будем знать, где этот человек находится. А он как раз к нему зашёл. Скрылся он у него. Заходит к нему. У вас вот такой-то человек открывается. Если сказать правду, что ко мне он зашёл, значит, выдать его наказу. А он не хотел этого. Там был такой случай. И он тогда говорит, я ничего вам не скажу, смотрите сами. И так дверь открыл. Проходите, смотрите, ищите сами. А он спрятался. Он успел за это время спрятаться. И он когда дверь открыл, а как раз там за дверьми, то он и спрятался. И они так посмотрели. Ну, правильно, этот человек никогда не говорит лжи. А он и ничего не сказал. Он и правду не сказал, и ложь не сказал. А просто говорит, посмотрите сами. Они прошли, посмотрели, никого не нашли. Видите, никогда, дети, с малых лет приучайтесь говорить только правду. Только быть честным, справедливым. Никогда никому ни в чём. Даже между собой, когда и в семье находитесь. Бывает у вас такой случай, что вы где-то говорили неправду. Было такое? Если даже был такой случай, что вы где-то ложь допускали, вы обязательно должны покаяться в этом. Никогда не говорите, не допускать лжи. Так, о честности, о порядке, о доброте. Быть добрым. Дальше. Каким? Сострадательным. Какой пример мы приводили? Помните? Ну-ка, библейский пример. Кто помнит о сострадании? Ну, о сострадании-то вспомните. Кто кому оказал милость? Ну-ка, вспомнили. Ну, о сострадании-то, что вы забыли? Мы же читали. Я хотела сказать. Я хотела сказать. Ну, скажите, пожалуйста. Так, кто там? Лия, так, из Дмуха мы ещё не спрашивали. Ну-ка. Давай скорее говори. Ника. Самаринин помог. Из Иерусалима шёл берегон человек, да? Да. И на него напали. Избили, и забрали, и всё. Избили его, и он лежит уже, может, кровь истекает. Ты хочешь дополнить, да? Ну, давай. Его там разорвали. Погромче только, то он Ксюшенька, но не слышит. И из него кровь потекла. И кровь через землю. Потом, когда он полежал. Ну, давай, не сочиняй. А скажи, кто мимо проходил, Львов? Не помнишь, да? Ну, Ника, продолжай. Священник у нас не ищенник. Так, священник прошёл. Он обратил внимание на него? Нет. Дальше прошёл кто? Левик. Левик прошёл. Он что-то оказал, какое-то внимание ему? Тоже прошёл мимо. Дальше. Следующий кто шёл? Самаринин. Самаринин. Погромче говорите, дети. Остальные не слышат даже. Он помог ей. Она не слышит. Вот он помог. Каким образом? Как он помог? Он отвёз его. Так, а до того, чтобы отвезти сначала, что он помог? Он же вёл весь такой. Он был раненый. Так, Ника у нас отвечает. Ника, когда она не будет знать. Подожди. Ника отвечает, значит, когда она закончит, тогда... Он перевязал раненый, посадил его на зла и отвёз в близкую больницу. В гостиницу. В гостиницу, да. Так, и заплатил. И заплатил за него. Хорошо. Вот здесь как раз он наказал ему сострадание. Вот это и называется сострадание оказал. Помощь оказал. Хорошо, дети. Так, Ника. Николь. Последний. Хорошо. Следующий. Следующий. О чём мы? Так, о честности повторили. О доброте повторили. Ещё о сострадании. Дальше что ещё мы проходили уже? Повторим. О любви. О любви. Любовь это как... Главное. Всему она глава. Так, пожалуйста. Ну, о любви она сказала, что его так возлюбил Бог мир. Где и в чём, как проявляется любовь у нас в жизни? В чём она проявляется, любовь, да? А я хочу сказать, что я люблю Библию. А, ты хочешь сказать, что Библию, Слово Божие, любишь, да? Очень хорошо. Слава Богу. А в жизни какие проявления были у вас? Ну-ка, оказание помощи какой-то кому-то. Ну, говорим. Вспоминаем. Не было таких случаев, да? В жизни. Или были? Были, мы только не можем сказать, да? Хорошо, продолжим, дети. Сегодня мы будем говорить о том... О надёжности говорили. О преданности. Что значит преданность? Быть преданным человеку, человеком это значит не изменять людям и своим убеждениям. Если я верен человеку, то я буду желать ему только добро и постараюсь не причинять боль. Если я верен своим убеждениям, я буду отстаивать эти убеждения. Преданный человек, преданный человек, он всегда честен, добр, порядочен и все у него самые добрые качества. И он никогда, никому, никому ни в слове, ни в слове, ни в деле не изменит. Преданный человек, преданный кому? Любить Бога всем сердцем, быть преданным, исполнять заповеди его и быть преданным, если вы друзья между собой. То же самое, когда вы что-то где-то говорите о чём-то, то вы должны знать, правильно знать. Чем больше вы читаете, чем больше вы заучиваете, тем больше у вас развивается и память, и мозг, и интеллект. То есть ваши добрые качества во всём. Вы будете много знать и быть преданным не только и Богу, и человеку, и друзьям. Никогда не изменять. Сегодня у тебя один человек, а завтра друга избирать тоже нужно, чтобы доверять ему. Проверяйте, чтобы быть хорошим. Быть преданным, это не значит закрывать глаза на недостатки человека. Наоборот, преданность требует, чтобы мы не скрывали того, что нужно изменить. Преданность не требует совершенства, она просто не изменяет. Вот так. Когда человек легко изменяет тому, во что верит, это говорится о слабости его характера. Дети, библейское, вот такой нам библейский пример о преданности. Может быть, кто-то скажет, вспомнит, какой пример в Библии мы о преданности найдём, а? Помним. Вот такое место из Библии истории. Мы читаем книгу Руфь. О Руфе кто-нибудь слышал? Дома говорили, читали и рассказывали. А? Так, старшие. Я старших спрашиваю. Да. Да, знаете. Ну-ка. Что вы о Руфе знаете? Пожалуйста, прося. У неё была свекровка. Её звали Наиминь. Нет, ну сначала тогда. Ты оборвала. Как? Ну, прямо была свекровка. А почему была свекровка-то? Откуда вы знаете? Вот они не знают. На Умине было два сына. Умница. У них были жёны. И они перешли... Уехали в другую... Потому что в Израиле был голод. Потом... Два сына умерло. У Наиминьи. И она захотела вернуться в Израиль. И вот эти невестки её... Так, дети, минуточку остановись. Разве она в Израиль хотела вернуться? Куда она хотела вернуться? Ну, всё сказано. Боже, Боже, спасибо. Боже, Господи, с ней на кинуточку. С вами визуально. Вы знаете, какие слова при этом говорили, когда... Так, разрешите мне немножко сказать? Да, пожалуйста. Вы, дети, знаете, есть такое слово талант. Талантливый человек, он выделяется из тех, которые такого же возраста вместе. И бывает у них соревнования. И получает он какую-то награду. Вот один из примеров этого наследия. Сколько у них наград мы посмотрели там? 80 с чем-то, что ли. И не какие-то, а первое место по музыке. Мы были, всё это записали. Но Господь говорит ещё о других талантах. Которые потребуются в вечности. А может, она там будет музыкантшей в Царстве Небесном. Ну, так никто вопрос не ставит. Там святые, все будут уметь и играть, и петь. А вот есть такие таланты, которые сегодня многие из вас не знают. А когда вырастите, и вы увидите, что у вас этот талант был, но ему не дали развиться. Ну, какой талант? Ну, каждый про себя может сказать, к чему расположение. Иной хочет изучать птиц, растения. Другому хочется лечить. Я, говорит, буду врачом. Я вот вспоминаю себя, опять о себе сказать, не забыть. Я любил бабушек. Дедушек не было, их на фронте поколотили. А одни старушки. Я любил старушек. Почему? А они достойны того были, чтобы их пожалели. Они одинокие, заброшенные, состарились. Пенсия маленькая. Иногда выходили в городе, они, я видел, и сидят, руку протягивают, и стесняются. Я, живя на одну всего лишь стипендию, старался сэкономить. И как-то ико наберется рубля три, а рубля три, это много считалось. Да потерявки билет от Барнаула, два рубля тридцать копеек стоило-то. И побежать этой бабушке в руку положить. Мама приучала нас, когда какой-то праздник, бабушки беспризорные жили в деревне, напечет, наварит, а чтобы мы им отнесли. Вот Надежда Васильевна, у нас жили племянники, она всегда на празднике племянникам давала там, что приготовит. А рядом через дорогу жили бабушки, и чтобы они своими руками понесли и помогли. Это талант. Вот это потребуется на суде Божьем. Накормили, напоили. Там не будет спрашивать, умел ли ты петь, играть, прыгать, кататься, смеяться. А вот это необходимо будет. И вот этот талант в себе развеять. А то есть такой талант. Все себе в рот тащить. Нашли сухофрукты лежать, дырку сделали, из мешка уже компот таскают у нас в лагере. Это не талант. Это обжорство. И поэтому, когда вы бываете, друг друга видите, видите, к чему-то у человека расположение спроси, а тебе сильно хочется это делать? А может это талант, его надо развить? Дети маленькие иногда играют в такие игры. Ну какие сейчас играют? Они сейчас чашечки поставят, песок, продавцами охота быть, коммерсантами. Деньги будут. Я гляжу, на улице так играют дети. И одна кричит, там, другое. Увидела, что милиция идет, шмон там крикнула. Я не давай, чашечки скорее прятать. То есть учатся, как настоящие продавцы в стране делать. Вы учитесь так, что я умру. Ну, и может быть сегодня и в таком возрасте, что там потребуется. Талант есть у каждого, даже один. Бывает два таланта, бывает пять. И вот учителя должны внимательно на это смотреть. Я сегодня как раз хотел сказать о талантах, чтобы мы молимся. Я вот 75 лет, а я каждый день прошу, Господи, помоги мне открыть все свои таланты. То есть они еще не все открыты. Вы знаете, цифра 100, это 100%. Так у человека разум работает, если хорошо, это считается 4% только использует. А 96% невостребованное. Вот почему выделяются люди, такие знаменитые открыватели, изобретатели, как Эдисон. Потому что они, как Достоевские, развили этот талант. И у них уже было не 4% развит, а больше. Вы не просто в школу ходите. Для учителей отвечать. А для себя сколько нового. И программу старайтесь вперед продвигать. А просчитать на нескольких страниц дальше, а что там есть. Запомнить. Стихи разные. Изучайте разные языки. Это вам сгодится очень сильно. Разное рукоделие уметь делать. Все. Вот Америке мальчик 14 лет, он уже на самолете летает самостоятельно. Пока 14 лет. У нас еще на машине ездить не умеет. Ты должен на машине ездить уметь. Ремонтировать ее. В хозяйстве, что мать сажает, смотри, когда, в какое время. И все время крутись рядом. Когда сейчас помидоры будут сажать. Это очень и очень нужно. Вот ты, Ваня, умеешь обувь чинить? Нет. А папа у тебя мастер высочайшего класса. Он глухонемой, мастер настоящий. Где Нестор-то я не вижу? Он заболел. Он заболел. Вы старайтесь узнать. Вот. Где дробот старший это у них? А ты умеешь лечить? Как? Вот у меня голубь заболел. Вылечить его. А мама ветеринар. Ты это все должна принять. Смотрите, рядом которые люди работают. Я как-то печь сделал. Ну, а рядом ребятишки стояли. И зашел человек. Поговорили маленько. Он говорит, ну ты кем будешь? Он, я. Артистом буду. И называет артиста. Кому подражать. А другой, я космонавтом буду. Он говорит, нет. Ты пьяницей будешь, как отец твой. Ты будешь водку пить. Будешь валять. У тебя больше подражать-то некому. Космонавтом будем. А я вот был сын пастуха. Я хотел быть пастухом. За скотиной ухаживать. В своих коровах. Тогда лошади не разрешали держать. Отец наш был без руки с фронта. И 10 ребятишек. 10 в одной семье. А было там 12 еще. С одной рукой. И он всех прокармливал. Мы с 5 лет все уже работали. Пасли коров в поле. На другое мы не способны. Вы смотрите, что ваши родители умеют делать. Как они между собой ладят. Чтобы вы такие дружелюбные были. Это талант. Иметь мир с людьми. Все. Так, дети. По славу Божьей. Продолжаем мы. Как раз кстати. Смотрите, сейчас все заканчиваем. Вот. Руфь. Сыновья Руфи. Вот они едут. Видите? Так, продолжим. Пожалуйста. Ой, Руфь, не именим. Так, прося. Заканчиваем. Сейчас уходим уже. Все. Значит, она решила вернуться в Вифлеем. Не в Русалим. В Вифлеем. Так, пожалуйста. И кто? Кто с ней пошел? И с ней пошли ее невестки. Так. Но она стала уговаривать, чтобы они с ней не шли. Так. Но и одна ушла. Но Руфь осталась. Она сказала, что я пойду с тобой. Вот эта Руфь, она оказала преданность до конца. До конца. Хорошо. Она с ней пришла и с ней здесь жила. Хорошо. Так. Из притчи. Вот я даю вам стих заучить. На следующий раз уже. И дома прочитайте, повторите еще из этой Библии о Руфи. Понятно? Вот этот. О ней имени и о Руфи. О ее преданности. Друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Притчи 17 глава. Так. Пожалуйста, старший. Муха. Я потом вам напишу еще. Так. Фрося за то, что она рассказала хорошо. Я поставлю пять. Фрося. Потому что здесь уже историческое. Остальные еще вопросы вам будут. Остальные в следующем уроке. Так. Поблагодарили господи. Пошли. Благодарим тебя. Слава тебе за все. Веки. Рано. Стоим спокойно. 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 Запад удалил из нас беззаконие наше. Я, дружище для Татьяцыны, Лучше для Господь боящихся его. Я, готовь под нас создание наше, Помяну я капельские сны. Человек, яка трава нива, Я, готовься в сене, как отцветет, Я, когда проявленный не будет, И не познаешь тому место своего. Миложен Господь, не от века и до века, На боящихся его. И правда его на сене, Сыном хранящих завет его, И помнящих заветей его творития. Господь на небесе уготовал престол свой, И царство его всеми обладает. Благословите, Господи, все ангелы его, Сильные крепости, творящие в слово его, Услышите голос в одессе его. Благословите, Господа, все силы его, Служи его, творящие воли его. Благословите, Господа, все дела его, На всяком месте владычи своего. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присвоим в веки веков. Аминь. Благослови, душе моя, Господа, И вся внутренняя моя, Имя Святое Его, Благослови, Господи. Пахи, пахи, миром Господа, помойся. Господи, помилуй. Поведи нас, Боже, с Твоей благодатью. Господи, помилуй. Благослови, слава и благослови нашу, Богородицу Христа, Деву Марию, Со всеми святыми, помянувши сами себе, Друг друга весь живот наш, Христу Богу, предади. Благослови, Господи, Дяка Твоя держава и Твое и Царство, Сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, Ныне присвоим в веки веков. Аминь. Слава Твою Сыну и Святому Духу, Хвали, Душа моя, Господи.